Внутренний двор монастыря Давид Гареджа Весь этот комплекс на протяжении 25 километров сейчас практически пустует Монахи живут в этих кельях, они живут здесь Внизу, напротив меня, находится церковь, где похоронен Давид Гареджи и его сподвижник Додо Это келья, в которой он жил И верующие люди, которые приходят сюда, в этот монастырь, обычно зажигают свечу Память о Давиде Гареджийском Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это маленькая церковь монастыря Давид Гареджи, где похоронен сам Давид Это его могила И обычно люди, которые приезжают сюда, в этот монастырь, они приходят поклониться, они становятся на колени, опускают голову, целуют надгробья Здесь на могиле Давида Гареджи находится благодатный камень, который Давид привез из Иерусалима, взяв несколько камней, три камня с благодатной горы Согласно легенде, два камня у него забрали, а третий он привез в Грузию Здесь находится копия того камня, сам камень находится в грузинской патриархе На надгробии Давида Гареджи есть не только благодатный камень, но и изображение оленя, потому что, согласно преданию, оленя спасли от голода Давида и его сподвижников Когда Господь пригонял стадо оленей, они их доили и делали из него сыр Рядом с этим надгробием находится другая могила Додо Гареджийского, сподвижника Давида А это могила Додо Гареджийского, сподвижника святого Давида Когда я готовился к этой поездке, прочитал несколько туристических сайтов Где люди оставляли свои впечатления о посещении Давида Гареджи Многие написали о том, что здесь какая-то есть энергетика и ощущение после посещения Давида Гареджи очень своеобразное Вот и я сейчас чувствую, что мне здесь так хорошо, даже не хочется уезжать Но есть такое поверье, связанное с тем, что человек, трижды посещающий этот монастырь Его посещение на третий раз приравнивается к посещению Иерусалима Вот такое святое место Давида Гареджи Иерусалима Иерусалима В XI веке монастырь испытал нашествие турок-сельжуков. В XIII веке был разграблен монголами. В конце XIV века разорен Тамерланом, Тимуром. В 1615 году вновь разорен пельсидским шахом Аббасом I, когда за отказ от речися от веры было казнено около 5000 монахов и послушников монастыря. Святой Давид – один из наиболее почитаемых святых Грузии. Но он почитается не только грузинской православной церковью, но и русской, и украинскими православными церквями. Преподобный особо почитается женщинами, как усердный молитвенник об их чистоте и чарородии, имеющий благодать от Господа помогать женщинам в их нуждах. На сегодняшний день монастырь Давид Гареджи представляет собой комплекс пещерных монастырей, высеченных в скалах и простирающихся на 25 километров вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа. Он расположен на территории трех районов Грузии – Гардабанского, Сагареджийского и Сигнахского. Главным монастырем считается лавра святого Давида, которая находится на сельном склоне горы, разделяющей Грузию и Азербайджан. К древнейшим относятся также монастыри Додо и Натрис Мцемели, то есть Иоанна Крестителя. А в X-XIII веках были основаны новые обители. Во многих церквах и трапезных Давид Гареджи сохранились фрески VIII-XIV веков, включая портретные изображения исторических лиц, например, Давида Строителя, царицы Тамар и Дмитрия Самопожертвователя. В священной реликвии является единственным в этой местности источником – слезы Давида, у которого утоляли жажду первые монахи пустыни. Надо сказать, что в это же время в Давид Гареджи была сооружена система водосбора. Особенно примечательны пещерные храмы Давид Гареджи. Их росписи, охватывающие огромный период времени с IX по XVII век, представляет распоряжение исследователя богатый иконографический материал. Наряду с изображением столь излюбленного на Кавказе Де Иисуса, мы находим здесь многочисленные сцены жизни Христа и основателя монастыря Давида Гареджели. Он жил в VI веке. Фигуры святых и столбников и типичную для грузинских фресок композицию «Вознесение креста». Иконография и стиль росписи обнаруживают сходство с фресками Каппадокия, а порой и с ранними романскими фресками Франции. Здесь та же плоскостная трактовка.